Почему она меня не предупредила? Ведь я относился к ней по-дружески. Я так помогал Аните. Любовь может толкнуть на обман. Нет, это не любовь. Это прихоть. Это мания. Когда любишь, желаешь любимому только добра. Я оказался в сложном положении. Но все же я не могу молчать. Мне придется сообщить властям обо всем, что мне известно. Признаюсь, мне страшновато. Неужели? Да, ведь в городе заниматься верховой ездой можно только в клубах, а они дороги. Но если честно, мне всегда нравилась верховая езда. Ну, теперь ты сможешь вступить в один из этих клубов, верно? Давай сыграем партию, я хочу с тобой потренироваться. Хорошо, но только завтра. На сегодня у меня назначена встреча. Не уходи, побудь со мной еще немного. Ну, я не могу. Ну, давай хоть поедим вместе. Ну, ладно. Я тоже проголодался. Марио, ты меня напугал. Да разве тут можно напугаться? Вокруг такая красота, такой покой. Да, ты прав. Тут можно позабыть обо всех проблемах и сбросить напряжение. Я надолго запомню этот день. Почему? Потому что ты меня поцеловал. Тебе нравится роль сердцееда? Нет, Валерия, я говорю серьезно. Все произошло так естественно, этот поцелуй был прекрасен. Да, в тот момент мне вдруг захотелось тебя поцеловать. А мне открылось нечто новое. Нечто новое? Да. Что же? Раньше я думала тебе как о друге или как о невесте Сазара Августа, а сейчас нет. Дочка, почему ты надела платье сестры? Патти разрешила мне надевать ее платье, я с ними аккуратно обращаюсь. Оно такое элегантное, ты куда-то собралась? Да, я иду в кино. Господи помилуй, кто же ходит в таких платьях в кино? Или ты идешь с мальчиком, который тебе нравится? Нет. Тогда с кем же? С Рубеном. Он обещал пораньше вернуться и зайти за мной. Марио, я не хочу лишаться прекрасной дружбы ради Романа, из которого, возможно, ничего не выйдет. Ты думаешь, нам с тобой будет плохо вместе? Я абсолютно уверена в обратном. Но на сегодняшний день мне не хотелось бы связывать с тебя обещаниями. Ах, да кто же говорит об этом? Ведь ты меня знаешь. Я как огня боюсь женщин, которые после первого поцелуя стремятся водвориться у меня в доме. Верно. Ты поклялся, что больше не женишься. Я убедился на печальном опыте в том, что брак уничтожает все самое лучшее. Возможно, ты и прав. Мама пять раз выходила замуж, и все неудачно. Видимо, поэтому и мне замуж не хочется. Ну, тогда мы поладим. Ведь мы с тобой свободны, нас ничто не связывает. Мы можем волю наслаждаться тем, что происходит. КОНЕЦ Ваши документы? Сейчас, минуту. А девочка? Она вписана там, сеньор. Документы на машину? Она взята на прокат. Хорошо можете ехать. Спасибо. Одета, ты одна? Да. Любую с пейзажем. Я каталась верхом с Доном Амброзио. Было чудесно. Мы все договорились собраться у костра. Да? Одета, ты грустная. Почему? Все мои мечты и надежды внезапно обратились в прах. Почему? Я поняла, что влюблена в Марио. У меня уже нет никаких сомнений. Я безумно его люблю. А он никогда не обратит на меня внимания. Никогда. Ты ведь была в отличном настроении. Почему вдруг такой перепад? Я видела, как они целовались с Валерией. Она вела себя так смело, а он был счастлив. Он никогда и не взглянет на меня. Ну, как дела, Леонсио? Ты ходил в полицию? Я как раз оттуда. Рассказал все, что мне известно о Монике и Сезаре Августа. И что тебе сказали? Задали мне несколько вопросов, но ведь мне мало что известно. Мы даже не знаем, кого именно увезла с собой Моника. Да, действительно. Мы предполагаем, что он мексиканец. С ним произошел несчастный случай в Чили. Сейчас Моника называет его Сезаром Августа. Но это не его имя. Она назвала его так в память о друге. А она не назвала тебе его подлинное имя, когда призналась, что знакома с ним? Нет. И теперь понятно, почему. Она уже тогда решила увезти его. А может, наш пациент и есть тот Сезар Августа, о котором рассказывала Моника? Ее друг из Мексики. Нет. Этот человек умер. Что такое? Рубен не пришел? Пока нет. Почему? А на какой сеанс вы собирались? Не знаю. Он только обещал прийти пораньше. Педро? Что? А почему бы нам не сходить в кино, а? Ох, нет. Пожалуйста, дорогой, пойдем. Ты много работаешь, тебе надо развеяться. Нет, дорогая, я с большим удовольствием посижу дома. Все старики сидят дома и никуда не ходят. Что? Впрочем, ты права, действительно. Эленито, давайте сходим в кино. Погуляем, а может, вы еще что-нибудь придумаете, да? Ну, вот и хорошо. Пойдемте. Ну, ладно, Марисоль, до завтра. Я подвезу тебя до дома. Нет, спасибо. Мне это не трудно, где ты живешь. Нет, этого я тебе не скажу. Поезжай домой, а я доберусь на такси. Скажи мне свой адрес. Мы могли бы поболтать по дороге. Нет, не стоит. Видишь, уже поздно, скоро темнеет. Тебе пора возвращаться домой. Ладно, как хочешь. Встретимся тут завтра? Да, счастливо. Моника что-то затеяла с этим человеком. Но ты не виноват. Ты сделал для него все, что мог, а остальное уже не в твоей власти. Нет, мне хотелось бы поговорить с Моникой и распутать этот клубок. Ну, как ты это сделаешь? Ну, допустим, она действительно увезла Сазара Августа в Мексику. Как ты их найдешь? В стране более 30 штатов. И все же у нас есть шанс. Доктор Маркетти порекомендовала Монике врача, у которого Сазара Августа мог бы продолжить лечение. К этому врачу я и обращусь. Давай-ка разберемся. Я считаю тебя своей лучшей подругой, и это не изменится никогда. Что касается Марио, он очень тебя ценит. Но, возможно, воспринимает тебя не так, как тебе бы хотелось. Ах, как мне обидно, Патрисия, как грустно. Я только-только начала бороться за него. И вот. Бороться? Каким образом? Он хотел научить тебя плавать, а ты струсила и пустилась на утек. Что дальше? Больше ничего. И это называется борьбой, но не отодета. Приведи ты себя в порядок и придумай, как покорить его.